Всем известно, что не всегда бывает так, что люди рождаются красавцами и красавицами. Многим приходится прикладывать массу усилий, чтобы избавиться от детской неуклюжести и превратиться в обаятельных и харизматичных личностей. И даже знаменитости, которые нас восхищают своим внешним видом, совсем не исключение. Ведь детство для многих из них было временем, когда комплексы и лишний вес стали их постоянными спутниками. Однако, с годами они смогли изменить свою внешность и стать образцами красоты и стиля. Их истории преображения вдохновляют и показывают, что упорство и вера в себя способны сделать настоящих красавцев и красавиц даже из тех, кто казался гадкими утятами. Мы расскажем о нескольких знаменитостях, которые пережили свои детские комплексы и преобразились в настоящих красавцев и красавиц. Анфиса Чехова. Известная российская звезда шоу-бизнеса не всегда была уверенной в себе девочкой. В ее детстве она сталкивалась с комплексами, которые зародились в ней из-за насмешек одноклассников. Они называли ее толстой, ведь при росте 163 сантиметра ее вес составлял 72 килограмма. У нее даже прозвище обидное было «Мадам Грицацуева». Однако, с течением времени и благодаря собственной силе духа она научилась не обращать внимания на мнение других людей и полностью полюбила саму себя. Кейт Уинслит. Актриса входит в список самых красивых женщин мира, и мало кто догадывается, через что она прошла, чтобы полюбить себя. В детстве ее часто дразнили, потому что ее вес был далек от идеального. Тина Кандилаки. Российская телеведущая в детстве не уделяла внимания своей внешности и не занималась спортом, так как ее увлекала учеба. В то время она была раскормленной мамой-девочкой, но лишние килограммы не вызывали у нее особого беспокойства. Однако, когда Тина достигла 18 лет, она почувствовала желание понравиться мальчикам и носить модную одежду, и решительно взялась за похудение. Хлоя Кардашьян. Американская медиаперсона также сталкивалась с издевательствами сверстников в детстве из-за своего избыточного веса. На данный момент она может похвастаться стройной фигурой, но много лет назад ее внешний вид был далек от идеала. Как она сама рассказывала, в школе ее называли «жирной уродиной», что привело к комплексам. Гвен Стефани. Певица имела не идеальную фигуру в детстве. Она долго мечтала стать, наконец, стройной, но ничто не дарило ей желанный результат. Больше всего она завидовала своим худым подружкам, которые не ограничивали себя в еде и выбирали на ужин то, что хочется, а не что полезно. В результате ей удалось стать стройной благодаря усиленным тренировкам в бассейне и пересмотру рациона. Джулианна Мур. Рожеволосая красавица также столкнулась с лишним весом в детстве. Это привело к комплексам, которые сопровождают ее и по сей день. Несмотря на свой успех и красоту, она иногда балует себя вкусной, но не слишком полезной пищей, но зато потом не жалеет усилий в спотзале, чтобы сжечь лишние калории. Тара Рид. Актриса также имела проблемы с лишним весом в детстве. Однако, когда она начала сниматься в кино, то быстро сбросила весь ненужный груз с тела и стала настоящей красоткой. С той поры она фанатично следит за своим весом. Вот только, кажется, она переборщила с похудением, ведь теперь она сплошные кожи до кости. Дмитрий Нагиев. Ведущий и актер Дмитрий Нагиев также не скрывал своих проблем с весом в детстве. Девушки не проявляли особого интереса к нему из-за нескладной фигуры. Юноша активно занимался дзюдо и самбо, выигрывая награды на чемпионатах в Ленинграде. Он прикладывал усилия и тренировался, но, тем не менее, его спортивная карьера не сложилась. Однако, примерно в 16 лет, молодой парень внезапно начал терять вес, и его жизнь изменилась. Он стал все больше общаться с девушками, нежели заниматься спортом, и взгляды окружающих на него изменились. Генри Кавилктер сталкивался с издевательствами сверстников из-за лишнего веса. Его прозвище было «Жирный Кавилл», и он действительно был очень толстым ребенком. Это произошло из-за стресса, вызванного разлукой с мамой, когда его отдали учиться в закрытую школу-интернат. Несмотря на занятия регби, он продолжал набирать вес. Однако, первую роль в фильме «Драф Монтео Кристо» он получил еще в школьном возрасте, но с условием сбросить минимум 10 килограммов. Благодаря строгой диете и спорту, он выполнил это задание, и в дальнейшем стал известным актером с потрясающим телом. Подпишитесь на наш канал и не пропускайте новые интересные материалы.